Как прекрасно, что ни одному человеку в мире не нужно выжидать ни единой минуты для того, чтобы изменить этот мир к лучшему. Это, кстати, Чарльз Диккенс сказал. Всем привет, я Соня, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Что, друзья, давайте все дружно поплачем о том, что лето 24 года подошло к концу. Ничего не поделаешь. А я с вами сегодня хочу поговорить про позитивное мышление. Итак, где-то два с половиной года назад в моей жизни произошел полный крах. Ну, на самом деле, просто слишком много негативных событий случились. В одно время наложились друг на друга, и я была в полном раздрае. Границы то закрывались, то открывались из-за ковида. Я сидела без работы уже второй месяц. В моей семье у очень близкого моего родственника было диагностировано очень тяжелое заболевание. Сейчас уже все хорошо. Вот, и знаете, что делаю я? Я разбиваю свою тачку просто в хлам. Просто в хлам. Напоминаю, я на тот момент сижу без работы. Что происходит дальше? Дальше, буквально через неделю, происходит вся вот эта политическая ситуация, которая длится до сих пор. И запчасти из Японии не доставляются. Я сижу без работы. У меня счет в 300 тысяч на ремонт машины. Ремонтировать чем, непонятно. Плюс я говорила о ситуации в моей семье. Я сижу полностью поникшая, без настроения, без тяги к чему-то, что изменит ситуацию. И на тот момент ко мне подошел мой друг Щегол. На тот момент ему было около 22 лет. И он говорит, ну, Соня, смотри, сколько я уже наблюдаю за жизнью все свои мудрые 22 года. Всегда ситуация выравнивается. Через какое-то время. Несмотря на твое эмоциональное вовлечение в нее, то есть позитивное или негативное. Через какой-то момент события выстраиваются таким образом, то что ты решаешь одно первое, второе, третье. Ну, приблизительно так это случилось. Где-то месяца через три наконец-таки пришли мои запчасти. Я заработала денег, плюс нашла работу за границей, улетела в Африку. И каким-то образом волшебным ситуация реально вернулась на круги своя, скажем так. Так вот, я же хотела поговорить о позитивном мышлении. С детства я действительно настраивала свою психику мыслить позитивно. Еще помните такой фильм «Секрет». Я его посмотрела где-то в средней школе, в классе в шестом-седьмом и с тех пор реально начала работать над тем, чтобы менять свои убеждения. И действительно, мы опустим сейчас вопросы о том, что это шизотерика, магическое мышление и так далее. Не об этом сейчас речь. Речь о том, что твоя психика реально легче справляется с какими-то критическими ситуациями, с всевозможным стрессом, когда ты мыслишь позитивно. У меня есть два примера. Две моих бабушки. У одной позитивное мышление, всегда все хорошо, в результате чего она очень активна в социальном плане, чувствует себя гораздо лучше, гуляет каждый день и наслаждается жизнью за все свои 84 года. И другая моя бабушка, у которой всегда все плохо. Реально, когда ей звонишь и говоришь, как у вас дела, она говорит, у нас все плохо. Блин, это не так. Там все нормально, там даже все хорошо. Просто вот это отношение к жизни, что всегда все плохо. Давай втроем. Все, красотки все получили. Класс! Ребятки со мной сфоткались и сказали, что хотят попасть в мой влог. Я сказала, окей. Я хочу вспомнить один из своих любимых фильмов. Я его смотрела около, наверное, 20 раз. Это Форест Гамп. И на днях я его пересматривала уже, наверное, раз в 20. И только сейчас я заметила, что как раз таки, потому что он имеет некоторую умственную отсталость, у него абсолютно нет сомнений. Его педаль тормоза отсутствует. Здесь, конечно, большая заслуга его матери, которая в нем воспитала такое отношение к жизни. Он поворачивал в сторону какой-то одной своей цели и не отступал. Он любил бегать, он бегал. Его позвали играть в футбол, пошел. В результате чего закончил колледж. Напомню про умственную отсталость. Пошел на войну. Там вообще не унывал. Просто следовал приказам. Что ты должен делать в армии? Выполнять все ваши приказы, сержант? Подери гад. Кажется, ты гений. Лучшего ответа я еще не слышал. Он просто следовал всем инструкциям и эмоционально не вовлекался. В результате спас половину взвода и друга, который абсолютно сдался. В госпитале от скуки увлекся настольным теннисом, который погрузился с головой. В результате выиграл чемпионат, прославился и заработал кучу денег. Креветочный бизнес, настольный теннис, футбол. Просто если у него что-то не получалось, он не думал, ой, да, ну, наверное, это не для меня, да куда я лезу? Нет, он просто пытался еще. Пытался и пытался и пытался и пытался. Форест Гамп сосредоточен на процессе и просто делает свое дело. Он находится в фокусе. А успех – это совокупность однообразных, скучных, рутинных действий. И пока все его друзья сомневаются и жалуются на несправедливость жизни, он проявляет решительность и постепенно реализует все их мечты. Так вот, вернемся к моим бабушкам. Они приблизительно одного возраста, соответственно, жили в одни и те же времена. Пережили Советский Союз, перестройку, дефолт и так далее. Но разное отношение к жизни дало разную эмоциональную окраску этим ситуациям в моменте. Бесспорно, что наша жизнь насыщена всякими событиями, негативными и позитивными, но я честно рекомендую вам контролировать свой эмоциональный отклик, потому что это напрямую влияет на ваше состояние, на ваше здоровье. А если о своем теле не заботитесь вы, то о нем не позаботится никто. И я все же вам рекомендую пересмотреть еще раз фильм «Форест Гамп» с той точки зрения, которую сегодня осветила я. И желаю вам хорошего дня! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!